В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасны для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев, здравствуйте! В Апатитах возбуждено уголовное дело по довольно редкой, не только для нашего города, но и для всей Мурманской области статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Получить по ней можно от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В субботу вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» поступило сразу несколько вызовов с базы отдыха и Костровска. Звонившие попросили помощи полиции, отметив, что хозяин базы угрожает им оружием. На место происшествия выдвинулся наряд патрульно-постовой службы. Владелец и Костровской встретил их с охотничьим карабином «Веприд-12 молот» наперевес. Сотрудникам полиции было указано на то, что данный гражданин вооружен, в связи с чем они начали сближаться с данным гражданином, представились ему, высказали требования бросить оружие. Вместе с тем наш фигурант начал оказывать противодействие сотрудникам, сделал несколько выстрелов не в их направлении, а в воздух, в землю. А последний выстрел, третий, произвел прицельный в сторону сотрудников. Полицейские тоже применили табельное оружие, трижды сделав предупредительные выстрелы. Хулиган угомонился и выполнил их требование бросить карабин и отойти от него на несколько шагов лишь после третьего. Мужчину сразу же задержали. Данное действие квалифицировано следствием в настоящий момент как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, связанное с тем, что они считали мира по охране общественного порядка находились при исполнении своих служебных полномочий. Сотрудники Следственного комитета не вправе раскрывать имя подозреваемого. Однако секретом оно ни для кого не является. Огонь по полицейским открыл апатитский предприниматель Олег Беляев. Два часа сижу, я сижу. Привет! Привет! Не снимай, это же эротика. Инциденты с применением огнестрельного оружия на Костровской не редкость. Об одном из них мы уже рассказывали в нашей программе зимой. Тогда владелец базы, чтобы остановить агрессивных гостей, стрелял в воздух и им под ноги. Зимой криминала в его действиях не нашли. На минувшей неделе на путепроводе, который ведет в поселок Белореченский, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автомобиля «Мерседес» решил опередить автобус справа, но не учел, что полоса в этом месте сужается. Автобус выполнял рейс по маршруту номер 102. Кроме водителя и кондуктора, в нем находились пятеро пассажиров, не получивших при столкновении никаких травм. Водитель «Мерседеса» тоже не пострадал. Чего не скажешь о металлическом ограждении, отделяющем проезжую часть моста от пешеходной зоны. Продолжаем дорожную тему. В этот же день, 25 июня, водитель автомобиля «Субару Форестер», разворачиваясь на парковке у «Пятерочки» на улице Козлова, зацепил припаркованный там же «Кия». По словам очевидцев, мужчина пытался сбежать с места происшествия, но его удалось остановить. Выдох «Валка Тестер» у виновника аварии получился воистину богатырским. Прибор нашел в литре воздуха, побывавшего в его легких, почти полтора миллиграмма паров этилового спирта. Водитель «Субару» пояснил, что выпил уже после столкновения, чтобы успокоить нервы. На сумму штрафа и срок лишения права управления это, впрочем, никак не повлияет. А вот водитель автомобиля «Грейт Волл», протаранивший в пятницу вечером припаркованный на улице строителей Дэо Матисс, был трезв. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что уворачивался от опасного маневра машины, двигавшейся в попутном направлении, и нечаянно зацепил мою литражку. Для хозяев Матиза случившееся стало неприятным сюрпризом. В дом на улице строителей они приехали в гости, а когда собрались возвращаться домой, увидели вот такую неприглядную картину. За моей спиной находится то, что когда-то было двумя хозяйственными постройками, расположенными в Апатитах на затворках улицы Кирова. В ночь с субботы на воскресенье они сгорели полностью. Два небольших строения, судя по всему, подожгли. Огонь охватил их очень быстро. К моменту прибытия пожарных, а пожарная часть находится буквально в нескольких сотнях метров, они уже полыхали полностью. Брандмейстерам сначала пришлось спасать от пожара соседнее строение, и только потом, после прокладки магистральной рукавной линии от пожарного гидранта, приступить к ликвидации возгорания. За день до этого огонь также полностью уничтожил дачный домик в поселке Хибины. При пожаре никто не пострадал, но от дачи, как вы видите на своих экранах, практически ничего не осталось. По словам очевидцев, в домике находились баллоны с газом, взрыв которых и привел к столь масштабным разрушениям. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасный для жизни» подошел к концу. Ищите нас в эфире Народного телевидения Хибины и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok